Всем привет! В прошлом видео про этот автомобиль я рассказал о том, что он сделан на базе Mitsubishi Evolution, но не рассказал о технических особенностях этой переделки, и в этот раз я хочу рассказать именно об этом. Ну, наверное, рассказ об этой работе я начну с того, с чего начиналась эта работа, а именно с кузовных работ. Машины этих лет все в плачевном состоянии, и это было не исключением. Нам пришлось ее полностью отпискоструить, нам пришлось заватать все дыры, заварить чашки. Ну, DSM-еры меня поймут. Потом мы покрыли все-таки слотным грунтом, обработали, покрасили и сверху покрыли рептором. Рептор синего цвета в цвет кузова добавляет определенный шарм, или что это добавляет, не знаю, что добавляет. Про кузовной ремонт я долго рассказывать не буду, это не основной мой конек, даже совсем не мой конек. Я расскажу все-таки о свапе, и в первую очередь этот свап на полный привод. Изначально эта машина была, как и многие Eclipse, переднеприводная, хотя в линейке существуют и полноприводные варианты. Так вот, мы переделали эту машину на полный привод, и что же для этого пришлось сделать? Ну, в первую очередь, конечно, надо было установить задний полноприводный подрамник. Вариантов для такой установки несколько. Есть родной подрамник полноприводного Eclipse, это так называемый GSX вариант. И есть установка, есть возможность установить подрамник от Legnum. Eclipse Legnum это японское ведро, я не помню, как оно выглядит, но, в общем-то, подрамники у них одинаковые. И большинство сваперов, у кого есть доступ к японскому рынку ближе, чем к американскому, они используют именно этот подрамник и, в общем-то, всю заднюю подвеску. То есть, рычаги, привода, подрамник, кулаки, все полноприводное, ставится болтом на эту машину и не требует особых навыков для переделки. КОНЕЦ Многие нюансы по этим свапам вы увидите в моих видео. Я сейчас делаю очень много видосов, посвященных именно таким переделкам. Переделкам на полный привод, машин поколения второго, третьего, четвертого, Даджей, Крайслеров, ну, в общем, все, что построено на этой лонжированной базе, на базе второго, третьего Эклипса. Первой и основной причиной, которой я выбрал заднюю подвеску от Легнама и заднюю трансмиссию от Легнама, это было ее расположение. А именно расположение прохода под кардан и выхлоп. В версиях GSX, в оригинальных версиях Mitsubishi Eclipse, выхлоп проходит с левой стороны, кардан проходит с правой стороны. Но у нас развернутый мотор, у нас мотор от Evolution, от 9 Evolution, и нам очень важно, чтобы выхлоп пошел с пассажирской стороны, с правой стороны. И место под кардан осталось слева. И вот это было основной причиной для выбора этого донора, для задней полноприводной подвески. Так же, как и бак, топливный бак взят от Легнама. Про заднюю часть автомобиля, я думаю, хватит. Теперь перейдем к самой главной детали полноприводной, ну и заднеприводной машины. Это кардан. Как и многие детали, кардан, конечно же, есть в оригинале на Mitsubishi Eclipse. То есть на полноприводной версии стоит свой кардан, и можно было поставить сюда его, не очень-то заморачиваясь, практически в штатные крепления. Но у нас другая религия постройки этой машины. Мы используем максимально... Да и Evo Cardano мне нравится больше. Он современный, он с короткой средней частью. И я очень хотел поставить именно Evo Cardano в эту машину. Я вообще все свои последние проекты ставлю на Evo Cardano. Ну, нравятся они мне. И вот в данном случае тоже стоит Evo Cardano. Для него были сделаны новые крепления на кузове автомобиля. Такие вот усиленные куски металла, которые держат этот кардан. На самом деле не обошлось без нюансов. Теперь уже в прошествии некоторого пробега есть какие-то косячки. Вот в данном случае это расстояние очень малое. Его надо будет увеличивать, потому что при определенных нагрузках кардан деформируется и задевает закрепление. Ну, в общем, не без косяков. Все мы человеки, все мы ошибаемся. Ну, и раз мы выбрали направление движения от задней части вперед, то следующим полноприводным элементом, установленным в эту машину, является раздатка. Раздатка от Evo 6. Раздатка с передаточным числом таким же, как у заднего редуктора 3312. И для того, чтобы ее поставить... Точнее, основная проблема во всем практически свапе это была именно установка этой раздатки. именно проход ее в подрамнике, именно выход на кардан. То есть, в принципе, весь этот свап, основная его проблема была именно во всех этих проходах, в установке геометрии, потому что раздатка несет в себе ось передней части, то есть направление установки передних приводов, направление движения кардана. Все геометрические вещи зависят от положения этой раздатки. Она центр полноприводной трансмиссии Mitsubishi. Ну, вот так получилось. В ней стоит центральный дифференциал, который передает моменты между передней и задней осью. В ней стоит дифференциал передней оси. То есть, это такой силовой элемент, который заставляет крутиться, в общем-то, всю полноприводную машину. Без раздатки машина не поедет вообще. То есть, раздатка это основной элемент, и он геометрически основной элемент. Поэтому пришлось очень сильно переделать передний подрамник. Передний подрамник остался родной. Я пробовал варианты с установкой подрамника от версии с 4G63 мотором, от заводской. Но с ним много нюансов, с ним много проблем. Он все-таки рассчитан под установку коробки с левой стороны. А у нас коробка стоит с правой стороны. Ну, по ходу моего движения. Для машины это наоборот. Так вот. И вот от 420-го мотора подрамник, он очень гладко становится с эво-мотором. Потому что у них коробки расположены с одной и той же стороны. То есть, не надо нишу под коробку переделывать заново. Она уже есть. И лишь только надо проделать тоннель под установку кардана, под выходами на кардан. Вот этот тоннель был сделан. Подрамник усилен. Подрамник имеет новые связующие элементы. Ребра жесткости. И теперь он полностью позволяет установить кардан с трансмиссией Evolution. Следующим логическим узлом является сама коробка. Коробка, конечно же, опять-таки от Evolution. Это 5-ступенчатая механическая коробка. Почему 5-ступенчатая? Ну, потому что другая, а именно 6-ступенчатая, сюда просто не войдет. 6-ступенчатая немножко длиннее, и нам поменьшает лонжерон. То есть, в принципе, здесь только один вариант. Это установка 5-ступенчатой трансмиссии. Ну, либо автомата. Тоже от Evolution. Так как геометрию всего, всей подвески, всей трансмиссии нам задала раздатка, в раздатку прикрепляется коробка, коробка прикрепляется к мотору. То есть, в принципе, геометрически трансмиссионная часть вся установлена, вся выровненная. Но и сам мотор надо поставить геометрически ровно, геометрически правильно. Во многих свапах, которые я видел, на самом деле, свап на ЭВА, не я придумал, его делали до меня. Но вот во многих свапах на ЭВА, в основном, они, конечно, были переднеприводные, я полноприводных не видел, но это не суть не важно. Но смысл в чем? Когда они ставят ЭВА мотор, почему-то он у них находится так низко, что даже нижние крепления подрамника находятся выше, чем поддон мотора. Я этого не хотел, я хотел сделать именно такое заводское решение, чтобы на машине можно было комфортно ездить по дорогам. То есть, не ловить каждый камешек в поддон, а спокойно передвигаться на обычной машине. Заниженной, завышенной, без разницы. Но поддон мотора и сам мотор должен быть расположен так же, как на заводе. И вот я в результате поставил мотор так, как хотел. То есть, мотор сейчас расположен выше, чем подрамник. Он не является самой нижней точкой в машине. Кстати говоря, вот необычный поддон. На версии моторов РС, на 9-х эволюционных, стоял вот такой поддон, у которого есть такая небольшая защитка. В нашем случае очень полезная, потому что защищает двигатель от всяких повреждений. Следующим элементом, про который хотелось бы рассказать, находясь под машиной, это система охлаждения. Радиатор алюминиевый, на вид такой же, как и на всех тюнинг-эклипсах, но не совсем. В данном случае была применена деталь от Subaru. То есть, этот радиатор изначально шел на модель Subaru. Да, он универсальный, да, это не оригинальный радиатор Subaru. Мы не расставили деталь от Subaru Mitsubishi, но, в общем-то, чисто доминальный радиатор шел на Subaru. Он нам подошел геометрически, он позволил расположить лыжу, хотя в нем пришлось сделать вот такой небольшой пропил, его немножко деформировать, но это позволило установить лыжу на свое место без глобальных переделок кузова. В Mitsubishi Eclipse, как и во многих изначально переднеприводных автомобилях, телевизор, точнее нижняя его часть, связывается с подранником в задней части, вот такой лыжей. И эта лыжа является силовым элементом, она держит конструкцию автомобиля, и к ней обычно прикрепляется крепление мотора. В нашем случае она никуда не делается, она также здесь стоит. Эта лыжа также от Lancer Evolution, в принципе, можно использовать от обычной Lancer, но от Lancer Evolution она отличается опять наличием крюка и более усиленной подставкой под передней частью. Эта лыжа тоже доработана, она теперь другой длины, она связывает между собой части подрамника, которые были обрезаны и усилены в этих местах. То есть оригинальная лыжа от Lancer заканчивается вот здесь, у Eclipse все лыжи заканчиваются на задней стенке подрамника, соответственно, мы ее удлинили и усилили, сделали дополнительные крепления. Она установлена так, что не мешает, конечно же, как в трансмиссии, как в оригинале. Все зазоры сохранены, то есть можно увидеть, что, в принципе, как на заводском Eclipse, как на заводском Evolution, она стоит в тех же зазорах и использует те же места крепления. Подушка передней используется также от Lancer. Нужды использовать здесь эклипсовскую подушку не было никакой, потому что лыжа в Lancer, геометрические подушки похожи, и мы использовали стандартную подушку от Lancer, чтобы всегда потом можно было... от Lancer Revolution, конечно, чтобы всегда потом можно было спокойно отремонтировать эту машину за счет запчастей, купленных в магазине. Задняя подушка, единственная, которая осталась... Ну, мы ее не увидим никак в данном случае. Она стоит над подрамником, с верхней части подрамника. Но это стандартная подушка, которая используется в Eclipse, и поэтому ее нужны показывать, нет. Это единственная подушка, которая осталась родная. То есть все остальные подушки либо переделывались, либо ставились в другие. Та подушка стоит родная. Что еще можно рассказать, находясь под машиной? Также пришлось модифицировать систему масляного охлаждения. Установлен радиатор от 9-го Evolution, ну, как и многие детали от 9-го Evolution, тоже от 9-го Evolution. Здесь стоит проставка для датчиков. Это не крепление радиатора, это не выходы, вот родные выходы на радиатор, а это лишь проставка по датчику для приборщика, который достоин в салоне. И продолжая тему радиаторов, также здесь установлен дополнительный радиатор охлаждения ГУР. Это не совсем стандартное решение. Обычно на машинах без убесей используется простой змеевичок в виде трубочки. Мы поставили радиатор, как-то перестраховавшись и сделав определенный зазор для производительности этой машины, для ее надежности. Очередной радиатор – это радиатор охлаждения воздуха. Да-да, это тот самый интеркулер. Он тоже радиатор, просто он охлаждает воздух. Планируемые апгрейды этой машины велики. Мы с ними впоследствии неизвестно какую мощность, поэтому запас мы взяли тоже большой, интеркулер огромный. Входы под 76 мм, входы-выходы у него 76 мм. Впуск, как ему видно, построен. Выход из турбины стандартный 50-мм. Переходит в трубу 76-мм. И по интеркулеру размером в соточку проходит и уходит в дроссель. Кстати, эти вентиляторы. И вентиляторы, как и большинство электрики и электроники, стоят также от Evolution. Вот блок планового стартера вентилятора, инстандартный вентилятор от Evolution. Единственное, что у него переделано было – это нижнее крепление, потому что все-таки на субаровский радиатор у него немножко по-другому выглядит крепление, но это не большие переделки. Кстати, еще одна деталь, которую мы увидим только снизу – это фильтр нулевого сопротивления. Медовичок. Он установлен вот здесь за фарой, практически в крыле. Забор воздуха у него идет снизу. Забор холодного воздуха, потому что сверху у него сделан своеобразный домик, и горячий воздух не поступает к этому фильтру из подкапотного пространства. То есть весь холодный воздух он собирает именно с нижней части машины, в то же время не сможет подхватить воду в дождь или в лужу. То есть это, мне кажется, оптимальное расположение такого нулевого фильтра в этой машине. Ну и последняя деталь, о которой мы должны рассказать, находясь снизу – это выхлопная система. Да, выхлопную систему, конечно, пришлось создавать с нуля. Вся выхлопная система – это 3-дюймовая, 76 мм. Она проходит, огибает все прелести раздатки, проходит параллельно кардану, уходит заднюю часть. В принципе, система довольно-таки простая, но в то же время производительная. Заканчивается она вот такой красивой баночкой. Особо тихим мы ее не делали. В принципе, машина используется как машина выходного дня, но при желании есть место, где установят дополнительные резонаторы, и если нам захочется, мы сделаем ее, конечно, потише. Сейчас она звучит довольно громко, но громко – красиво громко. Поэтому мы ее оставляем в таком варианте. Ну, рассказал все, что находится под машиной. Конечно, наверное, что-то я забыл. Если я что-то забыл, вы мне напишите в комментариях. Я еще раз сниму еще очередной раз обзор про эту машину. Но все же хочу перейти к верхней части и показать все-таки мотор. Весь свап сводился все-таки к замене мотора. И основной узел, который говорит, что это революшина, это мотор от революшины. Сколько бы я ни рассказывал, сколько бы я ни показывал то, что находится под машиной, самое важное, что у нее стоит под капотом. Пойдем? Ну, вот капот открыт. И вот он, тот самый двигатель от эволюшина. Карбоном сейчас никого не удивишь. Мы постарались сделать все гармонично. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ